Руководитель столичного телевидения Юрий Казиятко на Жизмляк, но так уж случилось, что на Брестском мясокомбинате бывать ему не приходилось, а потому перед началом большого разговора с трудовым коллективом он воочию увидел, как делают такой известный и любимый в Беларуси и далеко за ее пределами мясной бренд. В ходе экскурса убедился, что распространенный слоган открытого акционерного общества «Любовь есть» соответствует действительности. Люди, работающие на комбинате, любят свое предприятие и делу отдаются всей душой. Люди, которые делают колбасу, знаете, как когда-то говорили, что когда ты что-то сделал с душой, оно очень вкусно. Так и мы, наверное, в рецептуру укладываем чуть-чуть, вот маленькую чуточку души каждого человека. Мы делаем вкусно, а в рецептуру закладываем еще свое тепло, свое добро. Это как бумеранг. Оно получается колбасой к вам и вам, наверное, нравится еще больше. Продукции обрезкого мясокомбината сегодня на столе практически в каждой семье. Благодаря широкому ассортименту, отменному качеству, товары под этим брендом снискали популярность во многих странах мира. Их охотно покупают в России, Украине, странах Евросоюза, Китае, среди новых рынков сбыта. Грузия, Азербайджан, Пакистан, Гонконг и Вьетнам. Благодаря страновому бренду, что Беларусь все же делает качественные продукты, мы успели в свое время под этот зонтик войти. И сегодня мы уже отстраняемся от него. То есть все понимают, что да, мы из Беларуси, но мы уже как бы отдельное имя. И ассортимент активный, 450 примерно позиций насчитывает. И для каждого покупателя у нас есть свой товар, любимый. Основные рынки сбыта, это, конечно же, Российская Федерация. Неплохо по Казахстану продвинулись в прошлом году. Ну и также расширяем географию уже более чем в 15 стран, поставляя наши продукции. Успехи эти абсолютно не случайны. Они являются ярким отражением целенаправленной политики руководства по модернизации предприятия. Благодаря такому подходу в продовольственном отношении Беларусь стала не просто самодостаточной, но и экспортоориентированной. Только на Брестском мясокомбинате производят порядка 100 тонн готовой продукции. Производственная линейка, 450 позиций. На все это вкусное изобилие есть спрос, который диктует расширение производственных площадок. Кстати, в этом году открылся новый цех по производству популярных пельменей «Мясные подушечки». Новый цех мы запустили в феврале этого года. Сейчас он работает на полную мощность. Выпускаем местные подушечки. Выпускаем местные подушечки. Это наш бренд. Их уникальность в том, что они делают только и исключительно из охлажденного мяса. Так в Беларуси не делает никто. Только мы. Отсюда и спрос, я полагаю, на эту продукцию. Уже на встрече Юрий Казиятко поделился с коллективом Брестского мясокомбината с секретами успеха столичного телевидения. А мэр областного центра Александр Рогачук рассказал о планах руководства по подготовке к тысячелетию Бреста, о делах насущных и о планах на будущее. Очень благодарен, что в лице руководства мясокомбината я вижу поддержку общественных инициатив, которые есть в городе, поддержку хороших дел. И, в принципе, пусть и трудно, пусть не все сразу, но что-то в Бресте насущное получается. В тысячелетии жизнь не заканчивается. Мы не ставим задачу сделать тысячелетие и все. Надо двигаться дальше. У нас еще по городу 300 километров неоспортированных дорог. Поэтому работы хватит. У нас нет пока проекции тоннеля между автовокзалом, между дорожным вокзалом. Тоже надо его будет потом делать. Поэтому дай Бог, чтобы в городе были такие все предприятия, как ваши. И тогда было бы все замечательно. Встреча получилась насыщенной, многоплановой, а главное – полезной и для руководителей, и для работников Брестского предприятия. Ведь из того, что происходит в городе, в стране, зависит благосостояние жизни каждого из нас. Они напрямую связаны, наши личные планы, потому что я живу на Речице, и передвижение по городу затрудняет приезды, во-первых. Поэтому западный обход очень, кстати, будет нашей семье, и моей семье, и мне, в частности, передвигаться и в город, и обратно. Поэтому Речице будет развиваться еще больше. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.